доброго дамы и господа обзор валютного рынка форекс медиа опционного анапса давайте быстренько пробежимся по шести валютным парам посмотрим что у нас можно ждать в ближайшее время к чему готовится где искать сделки итак перед вами валютная пара евро доллар с расстановкой опционных уровней с учетом forward point и что мы видим мы видим что у нас евро доллар уходила за пределы нижней границы рынка тут она натолкнулась на коридорные уровни опционные коридорные уровни вам их обозначу где они были вот опционный уровень состоящий 6 ноября и вот этот уровень по сути тут все были вот эти уровни можно посмотреть в прошлых обзорах 6 ноября 9 октября уровни вот эти вот уровни которые переместились с учетом изменения форвард поинту были добавлены новые ожидания по уровню второго порядка вот они пошли и от них когда цена до них дошла был нарисован разворотный паттерн и сегодня разворотный паттерн тут замечательно отрабатывается вот прям от этих хвостиков от этих пин баров цена идет вверх но в группе telegram еще была вчера дана рекомендация искать покупки вот от этого уровня то есть цена была отбита здесь я где-то здесь была дана рекомендация с тем чтобы искать покупки в дальнейший рост вот она вчерашняя рекомендация искать покупочки с текстом это уже сегодняшняя рекомендация что цена при спуститься вниз и здесь можно искать также дальнейшие покупки вот профиля рынка так что заходите в группу и я выкладываю торговые рекомендации по евро но и по другим пар поэтому сейчас смотрим и ожидаем дальнейшего роста до уровня второго порядка за пределами верхней границы рынка и в перспективе до уровня 6 ноября это ценовые уровни 18 443 и 17 974 верхняя граница рынка у нас припала резко тем самым ограничив рост ограничивая рост но добавила ожидания все-таки возможного роста к этим уровнем где можно будет искать уже среднесрочная продажа от этих опционных уровней британский фунт по нему у нас особо и ничего пока интересно не происходит интересно уже пропустили вот был рендж и коридорный опционный уровень 6 ноября следующий опционный уровень с экспирации 4 декабря то есть вот от этих областей можно искать соответственно продажи это у нас 32 фигура даже будет 32 32 50 с экспирации 4 декабря вот эти уровни то у нас 33 78 34 11 это здесь искать среднесрочные продажи покупочки пока что вот отрабатываются но возможно можно ожидать вот куда-то сюда в эту область падения рынка и здесь присмотреться к покупкам как будет отрабатываться вот этот уровень если будет от формироваться паттерн и роста то мы вполне можем увидеть сначала рост до этих областей да это 30 фигура но потом в перспективе может быть может быть доберемся и до 32 фигуры но это покажет такая долгоиграющая история поэтому пока что по фонтону ближайшая торговая идея это присмотреться к покупкам если цена на него придет где-то на 27 28 фигуре австралийский доллар по австралийскому доллару текущий контракт уже во все отрабатываются отрабатываются продажи цена доходила в текущем контракте с открытием текущего контракта доходила до верхней границы рынка тут ренджевала нарисовала разворотный паттерн и пончалось вынес довольно таки хорошо ожидания падения тут конечно до нижней границы рынка самые ближайшие довольно таки большие пока такого ожидания падения не жду будем смотреть появление новых каких-то опционных уровне может появится подскажет нам до каких областей ждать падение рынка но пока вот идет нисходящий тренд ну и сейчас идет коррекция рынка вверх поэтому пока что каких-то торговых идей не наблюдается кроме того как из областей 95 процентной вероятность вот из этих зеленых областей да и искать внутридневные продажи дальше канадский доллар по канадскому доллару у нас произошло перестроение верхней границы рынка улики далеко и вверх тем самым открывая дорогу к дальнейшему росту на дальнейший рост у нас до 2 октября может быть ограничен вот этим коридором снизу 3240 сверху 3567 от них соответственно можно искать продажи и тут покупки пока более пока нацию ничего нет франк по франку мы видим у нас цена таки пошла вверх то есть он долгое время он сходил за пределами верхней нижней границы рынка причем тут было нестандартное расположение данных границ рынка несколько месяцев у нас шлепал сейчас перестроил стандартное положение то есть нижняя граница рынка упала таки под рынок находится снизу как полагается верхняя граница сверху то есть пришло в стандартное свое положение появились уровни четвертого декабря вот они коридорчик появился тем самым мы можем до 4 декабря рассчитывать на то что цена будет ходить вот в этом обозначенном коридоре где мы сможем искать продажи с уровня 94 50 и покупки с уровня 90 84 лет и вот тут но надо будет смотреть forward point forward point будет меняться и смещать данные уровни и японская 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 у нас уходила за пределы нижней границы рынка тут подкладывали недельные опциончики поджопники затем перестраивалась вниз создавая модель поддержки ограничения падения но с ожиданиями небольшого дальнейшего снижения вблизи этих уровней и вновь подложили поджопники виде опционных уровней от которого цена очень хорошо отработал сейчас вновь подложили недельные опционы вот они и вчера цена от него увидим возымела хорошую реакцию и отскакивает поэтому вновь можно ожидать покупок от данных уровней это ценовые уровни 105 29 104 72 от которых можно сказать покупочками с выходами где-то в зеленых областях 95 процентной вероятности такая история такие расклады по рынку подписывайтесь в группу telegram участие бесплатно ни к чему вас не обязывает ссылочка в описании под этим видео всем успехов попутного тренда пока